Всем привет! В эфире ОТС программа «Спортобзор» и я, ее ведущая, Кристина Лата. Субтитры создавал DimaTorzok Его в экстренном порядке заменил Артем Кузьмин. Для молодого футболиста это был дебютный матч в стартовом составе. И, надо сказать, парень не стушевался. Уверенно отыграл на своем фланге обороны. Встреча проходила с небольшим преимуществом новосибирцев. Выглядели немного свежее, чем соперники. Мы не хотели играть сегодня от обороны. Мы хотели все равно свой футбол сыграть. Но, опять же, где-то не хватило нам скорости передвижения мяча. Владели мячом команды примерно поровну. Но игроки Новосибирска атаковали чуть активнее. Однако, с завершением этих атак были проблемы. Часто заигрывались и упускали хорошие моменты для удара по воротам. А если били, то крайне не точно. Во втором тайме характер игры не поменялся. И даже опытный Антон Кобялко из убойнейшей позиции пробил мимо. А футболисты, которые вышли на замену, чтобы освежить действия команды в атаке, не попали в игру. В такие матчи, когда это уже плей-офф, выходить в архи сложный. Поэтому требовать ребят того, чтобы они вышли и начали феерить, тяжело. И плюс, я говорю, и по темпу в такую игру вообще входить тяжело. Со старта намного легче. В итоге самые активные на протяжении всего матча Бомадгиреев и Рожков все же сумели организовать голевую атаку. Первый отдал выверенный пас из глубины, второй хорошо обработал мяч в штрафной соперника и точно пробил. На 79-й минуте Новосибирск наконец вышел вперед. Но через 8 минут вратарий и защитник нашей команды ошиблись при распасовке у своей штрафной. Игроки Ротера воспользовались этой ошибкой и сравняли счет. 1-1. Таким он и остался до финального свистка. Не знаю, надо было дожимать, еще один забивать. Начали, наверное, на удержание больше играть, когда один забили. Обидно, но ничего. Едем в Волгоград за победой. Теперь все решится в Волгограде в воскресенье 16 июня. Ничьей во втором матче быть не может. И если в основное время победитель не определится, то будет дополнительная. А в случае необходимости серия пенальти. Кто победит, тот и отправится в первую лигу. В Казани стартовали игры БРИКС. Международные соревнования с участием спортсменов из 97 стран будут идти следующие 11 дней. Россия впервые принимает игры БРИКС. Впервые они прошли в Индии 8 лет назад. Следом в китайском Гуанчжоу дважды в ЮАР. И вот теперь соревнования проходят в Казани. Накануне там прошла красочная церемония открытия. Сегодня разыграют первые медали. Всего в программе игр состязания по 27 видам спорта, среди которых довольно необычный. Борьба на поясах, футбольное и баскетбольное двоеборье, борьба куреш. Выступят в Казани и новосибирские спортсмены. 10 человек вошли в состав национальной команды. Это самбистка Екатерина Голубева, каратисты Юрика Ганесян, Анастасия Чупина и Анастасия Разумных. Мария Ермакова и Петр Швецов выступят на легкоатлетических дорожках в Казани. А Дарья Зарубенкова на водных. Представят наш регион также фехтовальщик Анатолий Костенко и борец Сергей Степанов. Оба, кстати, действующие чемпионы страны по своим видам спорта. Самая опытная участница от Новосибирской области – представительница бокса Наталья Самохина. Первыми в борьбу за медали вступят самбисты. Их соревнования уже стартовали. И каратисты. Турнир по этому виду спорта начнется в пятницу. Болеем за наших ребят, а о результатах выступления обязательно расскажем в следующих выпусках программы. Теперь о волейболе. Локомотив узнал, против каких команд и где проведет первые матчи нового сезона. Для восьми сильнейших клубов страны он начнется с Кубка Легенд – турнир, аналогичный прошлогоднему Кубку Столетия. Он также является отбором Кубку России. С 22 по 25 августа на стартовом этапе Кубка Легенд наш клуб сыграет в Казани. В группу А вместе с новосибирцами попали Казанский «Зенит», «Факел» из Нового Уренгоя и Кемеровский «Кузбасс». Хорошая новость для болельщиков Лока – второй этап эти команды проведут уже в Новосибирске. С 29 августа по 1 сентября. Две лучшие команды из группы попадут в финал четырех. Он пройдет 5 и 6 октября. В группе «Б» за две первые строчки поборются Московская «Динамо», Белогорье из Белгорода, Санкт-Петербургский «Зенит» и Красноярский «Енисей». На этой неделе «Локомотив» представил и нового диагонального. Это Раджаб Шахбан Мирзаев. Игрок перешел в Новосибирск из Сургута, где в составе «Газпрома» игры провел последние четыре сезона. Он стал уже пятым новичком железнодорожников. Ранее клуб объявил о подписании связующих Вадима Ажиганова и Игоря Кобзаря, доигровщиков Марка Ивовича и Иолы Анделяло. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова